Президент Зеленский заявил, что Украина имеет все шансы закончить войну в следующем году. В январе должны быть понятны предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны. Цитата. Я уверен, что у нас есть все шансы в следующем году это сделать, имеется в виду закончить войну. Есть соответствующие шаги. Для этого мы понимаем, что Россия на все эти шаги не пойдет. Но есть устав ООН, и все наши шаги, которые базируются на уставе ООН, будут поддержаны партнерами. Конец цитаты. Мы вынесли на обложку нашего сегодняшнего прямого эфира. 2025-й, значит, окончание войны или начало Третьей мировой. Тут скорее сначала отсылка к словам президента Зеленского о том, что есть все шансы. Вторая часть – это отсылка к словам Залужного о том, что Третья мировая уже началась. Ты как бы скорее помнил вариант. Залужный генерал, он мыслит в военной логике, правильно. Появление его на полигоне, где он выступает перед украинскими военными в форме генерала армии Украины. Заявил, что война идет, мы должны набираться мужества, сражаться и так далее. Вообще у него такая алармистская военная риторика в последнее время. Но и понятно, его как генерала беспокоят военные будущие Украины. Он сказал там несколько ключевых вещей, которые звучали так, что Европа потеряла возможность сами. Мы потеряли возможность сами отражать агрессию за это время. А Европа не собралась. Ну, не собралась она. Не развила военный потенциал, не использовала эти три года как следует и так далее. Поэтому военная опасность большая. За этим маячат очень простой вопрос. Ну, хорошо, вы говорите о гарантиях. Какие реально материальные гарантии в этом дадите? Ну, материальные. Если Корея производит, как сегодня заявил кто там, заявил, что Корея производит за три месяца столько вооружения и военной техники, сколько Европа за год. Ну, так же невозможно. Это же не паритетная вещь. Другое дело, что... Поэтому заложено можно понять. Генерал рассуждает по-генеральски. Теперь мы смотрим на это все с точки зрения политиков президента того же. Да, есть заявление, вернее, есть желание сторон закончить. Трамп обещал это на предвыборной кампании. Он реально объявил, что во внешней политике это будет период без войн, по крайней мере, для американцев. И он всерьез собирается это выполнять. Но это, мягко говоря, неоднозначная, как мы говорили вначале, неоднозначно решаемая задача. У России есть свои взгляды на эти вещи. У нас есть свои взгляды на эти вещи. Мы считаем любое заявление со стороны нашего военно-политического руководства «Любая ситуация, где Украина неоднократно теряет территорию, неприемлема». Ну вот как мирить? Американцы, все спикеры серьезные, те, кто влияет на принятие решений, те, кто обеспечивает общественное мнение, соответствующую поддержку республиканцев, они прямо говорят, да даже европейцы, которые до сих пор Трампа называют чудовищем и фашистом в своей прессе, несмотря на его победу, они, левое издание, они все равно говорят, что до Украины неизбежны территориальные уступки. И вопрос, как будет решаться эта дилемма? Если нам будет навязывать мир с территориальными уступками, а мы категорически не хотим. Мы можем сопротивляться сколько угодно и стоять в героической позе, но поскольку 80% наших усилий в войне обеспечивают США, а потом Европа, то достаточно вот так сделать с краником чуть-чуть, и дам конец, валится фронт. А дальше события начинают развиваться неуправляемые, в том числе во внутренней политике. Поэтому, с другой стороны, у нас уже прозвучали заявления, что мы не дадим мириться никаких территориальных уступок, и так далее, и так далее, от некоторых околовоенных деятелей на прошлой неделе. Поэтому, как бы, ну, это сложнейшая дилемма. Совершенно непонятна точка перехода к миру пока. Никто ее не может назвать. Нет архитектуры. Есть желание. Архитектуру предстоит еще строить. И, как мы видим, она строится в основном через риторику и риторику эскалации пока. Другое дело, что существуют объективные причины. В Российской Федерации действительно сложное экономическое положение. Это прямо говорят российские официальные лица. Это не пропаганда, ничего. Там вот форум был, который недавно проходил на Урале. Там такое количество заявлений панических со стороны всех этих красных директоров, вырабатывающих вооружений, что, как бы, ну, хорошо, ну, середина 25-го, а дальше, мама дорогая, конец 25-го. Ну, на год у них есть потенциал. У нас есть определенный потенциал. Даже при прекращении помощи мы можем доехать до июля где-то, я так понимаю, судя из разговоров с экономистами, экономическими экспертами. А дальше, возможно, будем сокращать зарплаты бюджетника. Вы представляете, внутренний эффект от сокращения зарплат бюджетника. Например, военно. Поэтому и мы, и они выдыхаемся. Три года интенсивной войны – это очень хорошая история. Но у нас есть то, чего нет у россиян. У нас есть прямая поддержка со стороны западной, экономическая. Для соцвы, для всего остального, для военных пока. Значит, ключевым вопросом устойчивости Украины во время переговоров и торга, выстраивания архитектуры является поддержка партнеров. Пока мы заявляем позиции, которые категорически расходятся с поддержками партнеров. Это долго не может быть такого. И совсем не может быть, когда один из этих партнеров перестанет быть выигравшим президентом, а станет действующим президентом. Трамп. И он поставит вопрос очень жестко, ребята. Или реал политик, в том числе с территориальными уступками, там, да, и так далее. Но за это вы получите бонус. Или я, не знаю, наверное, одно, ну, один раз я предложил, но два. Но если предложение не подействует, наверное, он будет сокращать помощь. Поэтому ставки очень великие. И для нас ключевым условием устойчивости является сохранение отношений с партнеров. Значит, им нужно что-то предлагать. Ничего серьезного, с моей точки зрения, мы пока, увы, не предлагаем. Мы предлагаем набор лозунгов, как их не называют, план и так далее. Где все, основная лозунг, не сгибаемость и не пяди украинской земли. Потом мы делаем заявление, что, наверное, да, все-таки дипломатическим путем, чтобы не укладывать десятки тысяч. Потом еще что-то. У нас позиция очень неровная. А у Трампа она еще не выработана. А россияне еще думают. Поэтому, да, войну, скорее всего, будут заканчивать в следующем году. Но это такой комплекс работ, надо произвести, что пока никто не знает, как всерьез к этому поступиться. Что меня бесит, я повторюсь еще раз, да прекратите стрелять и вырабатывайте этот комплекс сколько угодно. Вы неужели вы не понимаете, что стрельба усложняет выработку этого комплекса? О какой системе коллективной безопасности можно говорить, когда все еще друг друга стреляют, да еще баллистическими ракетами? Мы в них, а не в нас. Ну, как бы очень простое дважды два, но до политиков очень долго доходят, как и до людей. Только разбитые... Как это Салтыков еще говорил, не умом, но поротой задницей заробел мужик. Поумнел мужик, понимаете. Что нужно прикрутить, чтобы посыпался фронт российский? Поставки. Российский? Российский. Россию надо прикрутить поставки с Северной Кореи. Но даже без этого Россия, как огромное государство, вырабатывающее, где ВПК работает днем и ночью, сможет продолжать. У России сейчас другая проблема. Висков вчера сказал, мобилизация не предвидится, и мы не будем ее проводить. Оно и понятно почему. Потому что прошлая мобилизация имела очень тяжелые социальные последствия для России и резко привело к буквальному росту количества противников войны, людей, не одобряющих войну. Они по социально-политическим внутренним причинам не хотят идти на мобилизацию. А те 35 тысяч, которые они нагребают по контракту, а это примерно число выбывающих из строя каждый месяц убитыми и ранеными, заболевших, дезертирами. Поэтому они позволяют только держать численность вооруженных сил. Напоминаю, что наше официальное руководство заявляло, что планы российской стороны до Нового года создать 650 тысяч группировку. Сейчас в Украине 540. И еще где-то 40, это по периметру подразделений Росгвардии, которые хранят российские территории на северных границах Украины и на южных России. Не удалось довести, потому что система контракта не позволяет, там постоянно повышаются выплаты, не позволяет интенсивно увеличивать численность вооруженных сил. Только поддерживать. А без интенсивного увеличения невозможно решить ключевые задачи, например, зимней кампании, взятие Донецка и Луганской области полностью, Краматорско-Славянско, выходы к Запорожью и так далее. Да, они атакуют, да, положение там, линия фронта выглядит, как система котлов, которую для нас организовали. Да, все непросто, да, они медленно напродвигаются, но это продвижение невозможно интенсифицировать. Уж при битве за крупные городские агломерации, Константиновка, Дружковка, Краматорско-Славянск, это вообще нерешаемая задача. Им нужно где-то взять 1200-300 войск, то есть половину существующей группировки, чтобы решить, и задачи решить, а их нет и не предвидится. Поэтому вполне может быть, что на каком-то этапе авиафронт будет выглядеть так, он тормознется или будет очень медленно двигаться, очень медленно, потому что мы проводим свою мобилизацию, так или иначе, мы пополняем пехотой, очень некачественной ныне уже, потому что ее плохо мобилизуют и плохо обучают. Но вытормаживать фронт, и оно перейдет в плоскость обмена воздушными ударами, там просадки энергетики, света и так далее, как единственного сильного военного аргумента, который остается. А фронт может вполне начать замирать, медленно-медленно, до той или иной степени. Поэтому начнется война городов, это все проходило у Ирана и Ирака во время своей войны. Сначала интенсивнейшие битвы на фронте, а потом, когда все выдохнулись, началась тупо война городов, закидываются ракеты. И именно этого система договоренностей предполагала избежать, насколько я понимаю, потому что, ну, типа, вот на фронте воюем, а по энергетике и критической инфраструктуре не бьем, особенно зимой, обе стороны. Война может деэскалироваться через систему, об этом сам Зеленский говорил, через систему постепенного такого набора договоренностей. То есть уменьшение ущерба сопутствующего. Не бьем, перестанем бить по энергетике, мы по их нефтяным заводам, потом по военным базам, там сведется война только к войне на линии фронта, например, и так далее. Потом еще, еще отдельные участки. То есть есть, и Трамп уже говорил, что и говорили, и Трампу присваивали слова, что будут вводиться какие-то миротворцы и так далее. Это все. В мире есть целый пакет решений по разведению сторон. И есть, можно придумать новые решения, они называются в моделях, там моделируются. Главное понять нужно следующее, что стороны пока не хотят останавливать войну. Все говорят об остановке войны, но не хотят. Украина и Россия не хотят останавливать войну. Они хотят в перспективе, да, они с удовольствием рассматривают. На практике этого нет, потому что тогда бы она завтра прекратилась. Даже не войну, а ведение боевых действий. Просто приостановить, хотя бы на время переговоров. Единственное, кто всерьез этого хочет, это Трамп. Ему и карты в руки. У него инструментов с одной стороны достаточно, с другой стороны Украины. Даже Украина, тотально зависящая от американцев и Запада, все еще суверенное государство, которому не так просто навязывать решение. Иначе вы давно навязали примирение, еще прошлой весной. Поэтому это очень нетривиальное желание. И будем разделять желание, намерение и практику. Посмотрим, как эта практика будет разворачиваться. Это непросто. Вопрос от зрителя. Что Алексей думает о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра Нетанья Агу Международным уголовным судом? Не кажется ли ему, что таким решением суд дискредитировал и себя, и свое прошлое постановление о выдаче ордера на арест Путином? Ну, они, правда, выдали разрешение на арест Хамаса, лидера Хамаса, Международного ордера, то есть, типа, как бы, всем сестрам по серьгам. Но это дилемма, которая явилась отражением частной дилеммы в Израиле. В дилемме, помните, Израиль перед войной трясло, там демонстрации ходили, 150 тысяч с одной стороны, 150 с другой. Потому что Израиль уперся в тупик развития. И стал вопрос о том, что юридическая система в стране настолько сильна, что стал вопрос, что она может блокировать и отменять политические решения. Встал вечный вопрос, закон выше политики или политика выше закона? Вот у меня простой вопрос для зрителей, вы как считаете? Вот я считаю, что политика выше закона, потому что политики создают, формируют политические системы, а политические системы формируют юридические системы. Но только это не надо понимать как неподвластность политика в закону, но главы государств всю дорогу в Вестфальской системе, созданной с 17 века, в которой мы живем, были неприкосновенными фигурами, по крайней мере, все то время, пока они главы государства. Теперь глава воюющего государства и его министр обороны записываются в международные военные преступники. На секундочку, на секундочку. Есть много шуток в интернете, как бы выглядела Вторая мировая война, если бы тогда был международный суд. То есть и Черчилль бы, Рузвельт, Сталин, кто там еще, Деголь стали бы преступниками международными. Но, правда, для справедливости Гитлера еще бы обили международных преступников. У меня возникло вопрос, что не слишком много... Разве Сталин, поделившись с Гитлером Польшу, не был военным преступником уже тогда на момент подписания? Нет, а и бы всех позаписали. То есть всех лидеров воюющих сторон просто записали бы военные преступники. Вот тогда я представляю, что сказали бы эти лидеры международному суду. Поэтому это очень необычная ситуация, на которую предстоит отреагировать всем политикам мира, и они разделились. Например, ни Россия, ни Китай, ни США, ни Израиль никогда не признавали международный суд и ограничения, которые накладывают. А вот Европа признает, а Трудо вообще вышел вулканодский премьер, сказал, ну, будет лететь над нами, придется арестовывать. Вот поэтому, как бы, ну, это очень такая... Это вот показывает, в каком сумме противоречия оказалась политическая система мира и международных отношений. Почему? Потому что она была создана по результатам Второй мировой войны. И ООН, его главный институт, Международный уголовный суд – это часть системы ООН. Ее кто только не критиковал, но вместо нее никакой другой нет. Но она со многими задачами не справляется, а многие проблемы сильно проблематизируют. Например, можно ли выдавать арест на действующих лидеров? Хорошо, выдали на Путин, а теперь вот попал Израиль. Фестернизированное про западное государство. Поэтому как эта дилемма будет разрешаться, совершенно непонятно. Понятно, что Натаньяков может просто никуда не ехать, остаться в Израиле, или ездить в арабские страны, в тот же страны глобального юга, спокойной себе. Кроме того, Израиль – ядерная держава. Не так просто арестовывать лидера ядерной державы. Ну, они не признаются, но мы же все понимаем. Поэтому, кроме того, сильное в военном отношении держава. Поэтому, ну, мне не нравится то, что политика превратилась в набор пустых, ничем не обеспеченных заявлений. Почему это касается всех? Россиян со смешным орешником, Международный уголовный суд со смешным ордером, что он россиян, что он на Путина, что он на этого сам. Это почему? А политика Украины все 33 года такая, все 34. Мы ставим, вечно заявляем хотелки, которые мы не в состоянии обеспечить, даже 5%. А это показывает, что безответственность политики. Безответственность политики приводит к войнам и к такому бардаку, который сейчас в мире творится. Я бы как бы, как это хочется, призвать все стороны к большей ответственности. Но не можете вы арестовать Натаньягу, технически вы не можете этого сделать. Нафига вы это все декларируете? Зачем? Для декларации. Несколько вопросов еще хочу успеть сегодня. Может ли Украина, спрашивая зрителей, разобрать Атакамс на детальки и попробовать смастерить аналог? Или же просто запросить чертежи у американцев для запуска собственного производства в обозримой перспективе? У нас 33 года разрушалась техническая школа. Начиная с профтехобразования, заканчивая инженерными школами. Люди выдавливались, ликвидировались. Специальности технические были максимально непрестижны. Вы хотите, чтобы мы после этого сложные ракеты собирали? Вопрос такой индивидуальный, но тоже вынес на эфир. Необходимо провести месяц с тяжелыми токсичными родителями, пишет зритель. Какой ваш курс посоветуете, чтобы пережить и, возможно, улучшить к ним отношения, вырасти над собой? Домашку прямо на них буду делать. Очень нужен ваш совет по курсу, который поможет. Возьмите семинар, который называется «Безжалостность». Там вот ровно про это. Давно хотел спросить, что вы думаете о психологической образованности и осознанности как молодежи, так и взрослых людей в стране. Не кажется ли вам, что большая часть населения достаточно психологически непросвещенная и нарциссична? Спасибо. Мне давно это кажется. Не просто кажется, это я технически наблюдаю. Современным людям надо обучать основам психологии, так же, как основам финансов, например, и основам чего-то, жизнедеятельности как таковой. Потому что мозг современного городского, да и негородского человека, особенно вот с этими штуками, которые грузят разными новостями, давно уже нуждается… Современный человек нуждается в регулярном осмотре у психолога, психотерапевта, как у стоматолога. Потому что зубы портятся, а уж как мозги портятся от всего этого информационного вала, который идет в стране. Просто мы не приучены. На Западе это давно норма, когда ты периодически раз в полгодика захаживаешь, это даже без кризиса, даже когда у тебя все хорошо, захаживаешь на проверку. Просто потому что, по одной простой причине, потому что сознание подвергается ненормальной нагрузке в психику. И она с каждой минуты растет. И повышение психологической грамотности населения встанет как тема непреодолимой перед нами после войны. Когда пружина разожмется и у гражданских, и у военных. И мы поймем, что, как говорят специалисты, неоднократно всеуслышание, специалисты-психологи с дипломами, практикующие говорят, что в Украине в буквальном смысле нормальных людей сейчас нет. Не может быть человек нормальным, 3 года под обстрелами в стрессе, психически нормальных. Это не значит, что все сумасшедшие, но это значит, что психика находится в болезненном состоянии, около патологическом, что синдромы возникают и так далее. И нам всем это предстоит понять. Когда война закончится, пружина депрессии и тревоги начнет выпрямляться. Возможно, это подтолкнет нас к пониманию места психологии в индивидуальной коллективной жизни, необходимости образования, создания системы психологической реабилитации, как для гражданской, как для военных, помощи. Я надеюсь, это, как это, опять же, не умом, но поротой задницей мужик сообразит, что психологией надо заниматься, ее места в нашей жизни больше, чем до сих пор нам казалось. Следующий вопрос от зрителя. Почему не могут открыть границы, как Израиль, например? Потому что вторая республика украинская, кстати, мало кто знает, но в Корее был период в 1956 году, по-моему, они вторую республику официально ликвидировали, еще дели третью. Поэтому этот термин не просто Юрию Романенко принадлежит, он имеет историческую подоплеку. Вторая украинская республика – это УССР-2. Только она унаследовала все самое порочное, а ничего хорошее не развила и потеряла. Поэтому как она реагирует, как постсоветская бюрократия типичная – запретить. Никому в мире не приходит в голову запрещать в развитых странах, к образцам которых мы стремимся, или в организации типа ЕСМР, куда мы стремимся даже во время войны запрещать людям перемещение. Потому что свободное движение людей и товаров и услуг – это еще в декларации прав человека, и это является основой жизнедеятельности таких систем, как ЕСМР. Например, Израиль, Корея и так далее. Союзники вестернизированных государств Азии тоже к этому принадлежат. В голову никому не приходит. Это нарушение прав человека, там правительство и суд разнесут на части. А у нас, да, поскольку мы постсовок, мы решили, да, а что нет, вот запретили и все. Это чудовищная вещь. И если бы украинцы были грамотными, они бы забросали Европейский суд по правам человека соответствующими рисками, и это было бы... Ну, поскольку все безграмотные запуганы, никто этого не делает. А вот, опять же, юридическая грамотность населения, знание своих прав. Но я думаю, что откат будет страшный после войны, когда вот люди перестанут бояться, что за попытку пискнуть в защиту своих прав или чужих тебе вручат повестку в зубы и отправят умирать в посадку. Но начнется откат, по крайней мере, электоральный откат, очень сильный. И тем, кто запрещал, поддерживал, выступал за этот запрет, будет... Им придется испить горькую чашу своих заблуждений. А я уж постараюсь сделать, чтобы эта чаша была как можно глубже и как можно горьче. Потому что для меня это вопиющее нарушение прав человека, чудовищное. И более того, это основной демотиватор. Ведь как вводился запрет? Если мы сейчас откроем, то все разбегутся, некому будет воевать. Но в результате получилось, что люди демотивированы тем, что они поняли, что никаких прав нет, им не за что воевать, что они в клетке сидят. А как говорил маршал Маннергейм, который выдержал примерно такую же атаку огромного Советского Союза, не России, а Советского Союза на свою маленькую Финляндию, он говорил, что прежде чем от людей требовать защиты своей страны, нужно создать такую страну, которую им хочется защищать. И вот этот запрет, это как раз и был основной, выбит, основная опора в деле веры гражданина, что он защищает страну, в которую стоило бы защищать. Это породило нелояльность огромного количества людей к собственному государству. Второе по масштабам преступления было, преступление, я иначе не могу это назвать, это было то, что мобилизацию проводят военные, потому что люди начали бояться людей в камуфляже, а они должны воспринимать их как свои защитники. Это просто преступление против армии, отношение армии и народа, народа и государства. И третье, это более того, по закону военные не должны проводить мобилизацию. Местный Совет, Кабмин организует мобилизацию, военные только должны принять гражданина, которого уже привели в военкомат, гражданские власти, и там его обучать, применять, демобилизовывать. И третье, это вот да, когда начали записывать украинцев, граждан разного сорта, что внутри, что снаружи. Это три катастрофы, которые убили лояльность государству. Я даже допускаю, что те, кто это делал, они верили, что это поможет, но за три года там можно было убедиться, что это не помогает, но они продолжают с упорством достойным лучшего применения этим всем заниматься. А это уже не ошибка, которую можно простить, это уже политика, сознательное решение, это совсем другой разговор. Вопрос о так называемых паспортах украинца. Когда его обещают, то речь почему-то всегда идет о детях. Но чем старше, чем старше, и люди хуже. Если ввести такие паспорта для 40-50-летних, там могли бы собираться средства, например, на пенсию или медицинские процедуры. Я понимаю, что все лучше детям, но куда девать тех, кто уже давно не ребенок, имеют все меньше права на богатство страны, гражданами которой являются. По Конституции мы все имеем права на граждан, вернее, на ренту с долей ресурсов. А пока получается следующее, что те, кто вывозит ресурсы, они еще и получают потом возмещение НДС, которое они платят в ЕС. Вот получилась система. Мы вывозим ресурсы. Ничего на переработке не зарабатываем. Переработка создает добавочную стоимость, рабочие места, более сложные продукты, больше денег дают. Добавочная стоимость приносит деньги. Мы национальное богатство вывозим за бестак. Вернее, Европа занимается переработкой. Олигархи на этом или богатые люди зарабатывают деньги. Украина эксплуатируется как территория заработка, причем нещадно, как янтарное месторождение, не думая об экологии, о последствиях. А деньги тратятся в Лондоне. Вот система, которая создана в Украине. И это мы еще возмещаем им ущерб из бюджета. Есть очень простые решения. Первое. Запретить вообще любой экспорт без переработки, хотя бы первично. Я не верю, что мы начнем быстро создавать айфоны и космические корабли, но хотя бы первичная, вторичная, третичная переработка должна быть. Иначе мы не вытянем Украину. Ни экономически, ни демографически. Второе. Нужно отрегулировать вопросы НДСа 3-го, 4-го. И четвертое. Надо сделать так, чтобы Конституция выполнялась. В сегодняшней Украине призывы к соблюдению Конституции едва ли не под экстремизм попадают уже. В части языка, в части экономики. Так вот, есть такая штука не как дети, там, будущее, а малозащищенные или незащищенные слои населения. Например, временно перемещенные лица. Поэтому просто берутся все граждане и составляется каталог. Когда мы вводим эти паспорта, напоминаю, это обещал президент Зеленский, и не выполнил это его предвыборное обещание. Вот я, например, собираюсь поспособствовать. Вот я иду в политическую жизнь, я не знаю, какую роль там займу я, но я буду, как политик, я буду способствовать того, чтобы это было реализовано. Мы вводим паспорт, который экономический, которым будут заречать ренты за эксплуатацию природных ресурсов, будет поступать на паспорт каждого украинца. Так Конституция написана, ее надо выполнить. Но поскольку, я не знаю, экономисты должны сказать, можно ли это разово ввести, если так, то сразу всем введем, или надо начинать с отдельных, незащищенных или малозащищенных, малоимущих слоев населения. Каковым принадлежат, в первую очередь, пенсионеры, которые работали на эту страну 33 года на 4. Дети и семьи, где много детей, для того, чтобы они были защищены, например, солдаты, ветераны, особенно пострадавшие, инвалиды, получившие инвалидность на войне, ранения и так далее. Семьи, потерявшие кормильца. Перемещенные лица обязательно. Внутренне перемещенные лица. Люди, потерявшие квартиры, вынуждены там помыкаться, которые сейчас возвращаются от отсутствия экономических и жизненных перспектив, и возвращаются на оккупированную территорию. Это катастрофа добровольно и так далее. Вот с них надо будет начинать. Все это решается. Не в эфирах, это решается с группой экспертов. Что можно сделать в эфире? Обозначить позицию и принципы. Позиция понятна. Недра украинские принадлежат украинскому народу и должны эксплуатироваться. Представьте себе, как изменится социальная структура у нас и какие перспективы мы получим, если условно, я сейчас беру абсолютно с потолка цифры, они ничем не мотивированы и не просчитаны, но условно 100 тысяч долларов к 18 годам есть у мальчика и девочки, которые встретились, и там 25, у них там 150 тысяч. И они решили создать семью. Молодая семья стартует, у них совокупный капитал 300 тысяч сразу. Это жилье, это образование, это дети. Мы сейчас в зоне демографической смерти. Украинцы кончатся физически, если так дальше будет продолжаться. Более того, демографы считают, что мы уже не вылезем. Нужны экстраординарные меры. Это одна из мер. Потому что молодая семья вынуждена ютиться с родителями, бабушками, три поколения в одном доме, два поколения в одной квартире и так далее. Это ненормально. Они сразу должны иметь большой запас. Большой запас. И когда этот паспорт сработает, даже 100 тысяч, там по 50 у каждого, это совсем другая подушка. Это полностью изменит структуру социальных отношений, независимости молодых людей и даст перспективу развития. Потому что человек может заплатить за образование, за квартиру, сможет заводить детей и так далее. Это важнее. Если мы хотим, чтобы Украина выжила, это не просто подачку кинуть на селе. Это для того, чтобы страна выжила. Ну и каждому конкретному человеку помочь каждой семье. Это необходимо делать. И это, если бы мы были первыми, надо было бы делать. Но даже есть страны, которые это все давно делают и соответствующий опыт есть. Вот гражданин Саудовской Аравии, по-моему, к 18 лет, по факту рождения, это надо уточнить, не миф ли это, но по-моему, он получает какую-то очень солидную сумму по факту рождения насчет. Понятно, Саудовская Аравия несравнимо богаче Украины, нефть, но с другой стороны, то, что мы эксплуатируем как ресурсы, поверьте, там на нефтяной бюджет хватит. И это надо делать, это будет одна из моих главных политических задач для того, чтобы украинцы получали свою долю за эксплуатацию природных ресурсов. Размер этой доли, порядки выплаты, это к специалистам. Но то, что это надо реализовывать, я сделал, чтобы все это было реализовано, это однозначно. Потому что в дилемме люди или территории, люди или система, у меня всегда один ответ – люди. Если нет людей, зачем это все? Зачем? Для кого это все вообще? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова